Девушки отдыхают Совсем скоро абитуриенты начнут подавать документы в вузы, сдавать вступительные испытания. Чтобы будущим студентам было легче выбрать место обучения, мы расскажем об институтах КФУ. Например, об институте международных отношений истории и востоковедения. Смотрим. Институт международных отношений истории и востоковедения КФУ берет свое начало еще в далеком 1804 году. Ведь уже тогда велась подготовка историков в составе отделения словесных наук. Сейчас же в составе института три высших школы, где изучаются ни много ни мало 15 языков. Это наше преимущество. Это большая языковая линейка, палитра 15 языков. И причем каждый год мы стараемся ввести новые языки на серьезном уровне. Ну и кроме того, это историко-культурная подготовка всех наших студентов без исключения. Ну и страновеческая. То есть мы говорим не только о том регионе, в которой они изучают, но и рассказываем о современном мире. Поэтому наш специалист – это не только узкий профи, но это еще и эксперт, аналитик. И поэтому на сегодняшний день они и востребованы. В институте обучаются около 3000 студентов. Из них более 240 граждан других государств. Наши друзья, азиаты, они также предпочитают на сегодняшний день обучаться в Казанском университете. Для них очень важна сама атмосфера и возможность общения и быстрой адаптации. В том институте, где много внимания уделяется языковым компетенциям, где фактически все студенты говорят на иностранных языках, проблема адаптироваться, приспособиться, влиться в коллектив. Ну, наверное, у нас такой проблемы просто не существует. Ни для кого не секрет, что студенты этого института имеют уникальную возможность проходить стажировку и практику за рубежом и изучать языки с носителем языка. Наши ребята могут учиться и у нас и в Колумбии, у нас и в Китае, у нас и в Японии. И это действительно правильно, потому что молодость дана для того, чтобы получать образование, узнавать мир. И Казанский федеральный университет тем и хорош, что здесь палитра возможностей невероятно широка. Подробнее о структуре и правилах приема в 2016 году в Институте международных отношений и истории востоковедения вы можете узнать на официальном сайте Казанского федерального. Анастасия Иванова, Универньюз. Воспитание детей – дело не такое простое, как кажется. Тем более, если это особые дети, которым трудно дается речь. Найти уникальные средства, чтобы помочь детишкам стремиться весь мир. А студентка Казанского федерального уже нашла его. Смотрим. Особые дети. Таким термином принято называть детей, которым тяжело вступить в контакт с окружающими из-за тяжелых нарушений речи. Обучение и воспитание особых детей – это малоизученная и труднейшая проблема психологии и педагогики. К этой работе подключилась студенческая дефектологическая клиника на базе Института психологии и образования КФУ. Именно одной из студенток этого института удалось разработать новую систему коррекции тяжелых нарушений речи с использованием музыкальных произведений. Так как положительное влияние музыки на мозг детей уже давно доказано. Когда логопед начинает свое коррекционное воздействие, он придерживается определенной синтезированной программы. Но мы задумывались, как же можно сделать ее более эффективной. Подобрав музыкальное произведение под определенный темп навязанных воздражителей, то есть то, как ведет логопед свои занятия, ребенку намного легче сориентироваться, ведь у него нарушена еще интеллектуальная деятельность, нарушен слуховой, зрительный, анализатор очень часто. А музыка служит тем стимулом, который координирует его действия полностью, как полностью моторную сферу, так и вербальную. Разработанная надеждой система отражена в учебно-методическом пособии «Использование музыки в коррекционной работе учителя-логопеда в условиях ликотеки». Это полное методическое сопровождение для логопедов полностью отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Пособие состоит, как вы уже заметили, из книги, в которой перечислены конспекты, что поможет логопеду, сразу же не занимаясь документацией собственной, взять эти конспекты, переложить их в отчетность, начать по ним работать. На диске же основной методический материал, то есть там полное сопровождение к занятиям. Как вы знаете, сейчас все детские учреждения оборудованы новейшими досками, смарт-борд. Таким образом мы подключаемся к этой смарт-борд, начинаем свое занятие, и буквально по клипу мышки под каждое упражнение подобраны произведения, которые помогают уже в ритмизации действий их учеников. Ведущие логопеды и преподаватели Казанского федерального признали высокую значимость и эффективность разработки надежды. Теперь каждый может приобрести это уникальное пособие в КФУ. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие, неожиданные новости нашей постоянной рубрики Веб-Ньюз. В КФУ стартовала конференция по проблемам евроазиатского региона. Участие в ней примут более 200 ученых из 25 стран. Они представят доклады по политике, истории, лингвистике, объединят выступления общей идеей проблемы евроазиатского региона. В старой татарской слободе Казани открылся бесплатный трогательный зоопарк. Зоопарк будет работать круглый год. Канитукаи займется разработками лазерных технологий вместе с германским институтом Фраунгофера. Вузы подписали меморандум о сотрудничестве с Дрезденем. В КФУ предложили создать центр компетенции по использованию высокопроизводительных вычислительных кластеров. Среди основных задач – поиск новых партнеров, готовых поделиться опытом использования технологии НРС. В Татарстане состоится всероссийский турнир по рыбной ловле. В зачет принимаются только пять видов рыбы. Главный приз – современный оборудованный катер. В КГУ определили лучшего студента этого года. Интрига – кто же им встал? Узнаешь, если посмотришь на следующий сюжет. Второй год подряд в актом зале Энергоуниверситета проходит конкурс «Лучший студент КГЭУ-2016». Принять участие в нем могли только студенты, прошедшие несколько отборочных этапов. Каждый из участников старался максимально проявить свои знания и таланты в различных областях. Кто и как справился с этой задачей, выясняла наша съемочная группа. Несколько месяцев подготовки ради трех минут на сцене – такова цена за успех. Несмотря на предстоящую сессию, которая вот-вот уже начнется, эти ребята нашли время выйти на сцену. Речь идет не только об участниках, но и о тех, кто пришел за них поболеть. Конкурс был разделен на три части. В первой необходимо было рассказать о себе, во второй – презентовать собственный проект, а в заключительной – ответить на вопросы жюри. Спустя два часа ожидание жюри подвело итоги. Это Шумсиаров Алмаз. Если честно, не ожидал. Все были достойны. Очень рад, что я выиграл. И, как сказать, все молодцы. Все были наравне. Этот конкурс дал мне очень большой опыт. То есть, если следующий конкурс будет, я, конечно, буду исправлять свои ошибки и добиваться более большим. Кроме памятных статуэта, каждый из участников получил денежный приз. По словам организаторов, такое решение принято в виде исключения в связи с профессиональной подготовкой каждого студента. Победитель конкурса отправится защищать энергоуниверситет на республиканском уровне. Итогом этого конкурса является выступление, представление нашего кандидата на региональный статус, который проводится традиционно в осенне-зимний период текущего года. Соответственно, мы имеем возможность рекомендовать самому лучшему текущему именно единственному победителю на участие в этом конкурсе. Роман Даров, Алина Семгатулина, НРГТВ для «Универсмотри». Ребята, а вы знаете, кто стоял у истоков программирования ИТ-технологий в Казани? Наверняка даже не догадываетесь. Поэтому советую вам побывать в высшей школе ИТИС. Здесь открылся музей вычислительной техники. И посвящал он памяти выдающегося кибернетика Рената Самитова. Обучение студентов он считал главным делом в своей жизни и вкладывал в это очень многое. И вот этот пример того, как человек отдается именно преподаванию, он повлиял на меня, когда я уже стал преподавателем. То есть во многих сейчас молодых преподавателях, которые выпускались из курсов Рената Касимовича, в них это осталось. Теперь они точно так же погружаются в материалы и очень много себя дают студентам. Хочу отметить широкий кругозор Рената Касимовича. У него был редкий сплав математического мышления и инженерного подхода к делу. Он почти все начинания в области информатики, в области разработки программных продуктов доводил до конца. Это редкое качество было. Это качество редким было тогда и оно редко встречается сейчас. Мне очень приятно, что все-таки вот такая память о моем отце. Она живет в студентах и вообще в стенах университета, поскольку я дома, как дочь, наблюдала только то, как он очень много времени посвящал своей работе, то есть он мог сидеть ночами, готовиться к каким-то лекциям, проверять студенческие работы, составлять какие-то билеты для экзаменов. Вот это я наблюдала. И то, что такой вот отклик у студентов, все его усилия нашел мне очень приятным. В сфере информационных технологий в Казани огромное количество работают его учеников. Все эти люди беспредельно благодарны Ринату Касимовичу. Он был очень ответственным, высокопрофессиональным преподавателем, который полностью отдавал себя работе в университете, работе со студентами, не щадил себя, не ради себя, а ради студентов, ради университета он, в общем-то, приходил на работу. Я считаю, что поэтому мы должны помнить его и дать имя Ринату Касимовичу этому музею. Это вот такой вот способ увековечить имя того человека, который всю жизнь свою посвятил нашему университету. Мощность любого телефона, как бы на днях, в мире не заметили, что, знаешь, в кармане лежит телефон, мощность которого уже порядок выше, чем суммарный, большинство из тех учеников, которые здесь представлены. Но, тем не менее, мы с этим этим считали, работали. И мы хотим, чтобы все помнилось, мы также планируем приглашение сюда школьников, для того, чтобы давать им возможность потрогать эти экспонаты, посмотреть. Они все рабочие, в рабочем состоянии, вот, и ощутить, как бы, что кроме айпадов... То есть до эпохи айпада все же существовало жизнь. Она была интересной. На сегодня это все. И помни, отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!